Анатолий Пахомов пригласил собственников помещений сразу двух объектов Ленина 46 и Яблочная 2А. Эти многоквартирные дома объединяет тот факт, что построены они без разрешительной документации на участках для ИЖС. Рабочая встреча с мэром курорта – возможность для собственников найти решение проблемы и оформить их законные права на приобретенные квартиры. Семиэтажный многоквартирный дом общей площадью около 2000 квадратных метров расположен в центре Адлера на Ленина 46. Застройщик в судебном порядке не привлекая к участию в деле администрацию города, зарегистрировал право собственности на квартиры. Узнав о решении суда, администрация его обжаловала. В итоге Краевой суд отменил решение. Теперь права собственности граждан на квартиры в этом доме могут быть аннулированы. Ирина Терехова покупала квартиру в этом доме не у застройщика, а у такого же собственника. Рассказывает, что несмотря на проблемы с коммуникациями и судебные тяжбы, не могла даже представить, что дом могут снести. Встреча с главой осталась довольна. Теперь она и другие собственники знают, какие шаги можно сделать, чтобы не допустить сноса дома, в котором они проживают. Я считаю, что встреча была не зря. Нам дали понять, как нам действовать, чтобы все было соблюдено законно и ситуация разрешилась с нашим домом. Судебное заседание по этому дому состоится 2 апреля. До этой даты собственники должны обратиться в прокуратуру города, чтобы та признала их потерпевшими. Велика вероятность, что в таком случае суд встанет на сторону обманутых покупателей. Другой самострой – восьмиэтажный дом на Яблочной. Собственники 35 квартир в нем постоянно оставались то без света, то без воды. Застройщик не предусмотрел необходимые коммуникации для такого дома. И только после решения суда он был обязан за свой счет подвести необходимые сети. Сейчас в доме имеется стабильное подключение к водоснабжению. С электричеством вопрос тоже практически решен. Запрошены технические условия на подключение к мощностям, достаточным для эксплуатации многоквартирного дома. Теперь перед собственниками жилых помещений стоит одна проблема – узаконить свои квартиры. Для этого им в первую очередь также необходимо, чтобы суд признал их потерпевшими. Далее у нас будет решаться земельный вопрос, поскольку пока мы находимся на двух участках, и их должны объединить в один для того, чтобы мы могли решить дальнейшие свои проблемы по дому. И в этом сегодня нам оказали существенную помощь представители администрации и Анатолий Николаевич Пахомов, порекомендовав нам пути решения наших проблем. Как в очередной раз отметил Анатолий Пахомов, подавать в суд на снос незаконных объектов – прямая обязанность муниципалитета. Но в некоторых случаях у обманутых покупателей есть возможность избежать сноса.